В эфире экономическая программа Эколикбез и я ее ведущая Наргиза Баюмёрова. Здравствуйте! Мы сегодня поговорим о требовании к порядку рассмотрения обращений потребителей финансово-кредитными организациями. А нашим вопросом ответит главный инспектор управления по защите прав потребителей Национального банка Талайкан Садабаева. Здравствуйте, Талайкан! Расскажите, пожалуйста, что понимается под обращением потребителя финансовых услуг? Финансово-кредитные учреждения при оказании финансовых услуг должны выполнять определенные требования, которые установлены законодательством. Так, каждый гражданин имеет право получить полную информацию о предоставляемых услугах. Кроме того, банк или другая финансово-кредитная организация при предоставлении своих услуг должны рассказать о всех рисках, которые могут быть связаны с заключением того или другого соглашения, о всех последствиях невыполнения принятых на себя обязательств. Обращение граждан – это те письменные или устные жалобы, либо заявления граждан, которые связаны с предоставлением финансовых услуг. Расскажите, пожалуйста, кто устанавливает правила рассмотрения обращения потребителей финансовых услуг? Как вы знаете, в 2017 году, 22 июня, вступил в силу новый закон о национальном банке, банках и банковской деятельности. Этот закон объединил в себе ряд законов, ранее действовавших. Но главное отличие заключается в том, что в этом законе появилась новая глава, которая посвящена именно вопросам защиты прав потребителей. То есть этот закон устанавливает, в каком порядке банк или другая финансово-кредитная организация должны предоставлять информацию своим клиентам, требования по полному раскрытию информации, требования по работе с обращениями граждан, то есть законодательно эта норма закреплена. Помимо этого, национальным банкам принято отдельное положение, которое устанавливает требования к банкам, другим небанковским учреждениям по организации работы с обращениями граждан. Талайкан Мукашевна, а в какой форме подается обращение? Обращение можно подать как в устной форме, так и в письменной форме. В каждой банке или в другой организации финансовой есть ответственные лица, то есть положением нашим предусмотрено обязательно назначается ответственное лицо по работе с обращениями клиентов. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы не знаете, к кому обратиться, во-первых, на стендах в открытой информации должно быть указано часы личного приема, где находится книга жалоб и предложений, по каким телефонам можно обратиться со своими жалобами либо предложениями. Бывают жалобы письменные, то есть вы можете, скажем, написать заявление, написать свою жалобу в книге жалоб и предложения, либо обратиться через интернет-контакты, есть колл-центры, сейчас такие возможности банками предоставляются. А как правильно написать жалобу и в какие сроки они рассматриваются? Жалоба обязательно должна содержать указания на автора обращения, то есть ваши фамилии, имя, отчество, контактные телефоны, адрес, по которому вам надо направить ответ. Это все обязательно должно быть указано. Кроме того, когда вы пишете жалобу с обоснованием, желательно даже с приложением каких-то подтверждающих документов, жалобу обязательно надо подписать и написать дату, иначе ваше обращение может быть признано анонимным и, соответственно, не подлежит рассмотрению. Все обращения граждан, письменные, по закону установлено, должны быть рассмотрены банками, финансовыми организациями в срок не позднее 30 календарных дней. А кто и как должен проводить личный прием? В каждом банке, в каждой финансовой организации должна быть утвержденная процедура по работе с обращениями граждан. В этой процедуре должно быть четко написано, кто работает с обращениями граждан, какой порядок, какие сроки. Так, руководители обязательно должны устраивать личный прием граждан в доступном месте, чтобы любой в определенные часы, которые указаны в утвержденном графике, мог прийти и попасть на личный прием. Тогда в каких случаях можно обращаться в национальный банк? Часто к нам обращаются с жалобами или заявлениями, где просят о пролонгации кредита, либо помочь в оказании каких-то других преференций. Хочу сразу отметить, что это не совсем правильно. Поскольку договора заключаются между банками и гражданами, отношения по этим договорам должны регулироваться гражданским законодательством в рамках договора. Не может ни национальный банк, ни какой-то другой орган вмешиваться в работу коммерческого банка и давать указания, как рассматривать то или другое обращение, кому давать преференции, либо не давать преференции. Эти вопросы решаются самими банками. Поэтому, когда в национальный банк обращаются с такими просьбами, мы разъясняем, соответственно, мы перенаправляем эти обращения в те структуры, которые по закону и должны рассматривать обращения гражданина по законодательству. Если банк каким-то образом нарушает ваши права, вы считаете, что ваши права нарушены действиями банка или другой финансовой организации, либо вы не можете попасть на личный прием, вы не можете сдать заявление, либо вам долгое время не дают ответ в установленном порядке, ответ по каким-то обстоятельствам вас не устраивает. Вот в этих случаях, тогда, когда вы считаете, что ваши права нарушаются банками, вы можете обратиться в национальный банк. В целом, требования законодательства таковы, что не может рассматривать обращение то должностное лицо, действие которого обжалуются. Это тоже требования, которые надо соблюдать. Если вы жалуетесь на какой-то коммерческий банк, то, конечно, вы обращаетесь с жалобой уже в национальный банк. В структуре национального банка создан специальный отдел, отдел по защите прав потребителей. Наша основная задача – обеспечить все требования законодательства, установленные к порядку рассмотрения обращений граждан. Если вы обращаетесь в национальный банк с жалобой на коммерческий банк, на небанковскую финансово-кредитную организацию, то мы направляем запрос, истребуем все документы, проверяем все действия, связанные с вашим заявлением, на соответствие законодательству. В случаях, когда мы выявляем какие-то нарушения, то как регулятор, национальный банк, конечно, принимает меры, предусмотренные законодательством. В установленные сроки, как правило, в течение 14 календарных дней, национальный банк на письменное обращение гражданина дает ответ, также в письменной форме. В целом хочу подчеркнуть, что ответ национального банка, ответы банков должны быть полные с обоснованием. Если удовлетворяются ваши требования, то должно быть указано полностью или частично удовлетворяются. Если нет, то должно быть указано на причины, почему вам отказано в удовлетворении ваших требований. Талайхан Мукашевна, спасибо вам за информацию. До свидания. И на этом мы завершаем экономическую программу «Эколикбез». И мы прощаемся с вами до следующего эфира. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова